Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем вторую главу. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Очевидно, речь идет о рассказе, который содержится в первой главе книги Бытия, где говорится о том, что Бог сотворил весь мир, и Бог сказал, что это хорошо. Важно подчеркнуть, что в этом отношении Библия отличается от многих учений, которые существовали и существуют в истории человечества, поскольку Библия провозглашает, что материальный мир сотворен Богом, и он, в принципе, хорош. Бог сказал, что творение хорошо — это благо. В истории мира, в истории церкви даже возникали гностические течения, которые говорили, что материальный мир — это что-то плохое, это что-то, что создал какой-то низший демиург, а вот настоящее спасение — оно чисто духовно. Библия не поддерживает эту точку зрения. Бог создал материальный мир, Бог любит материальный мир. Материальный мир хорош весьма. Другое дело, что, как мы узнаем позже, он поврежден грехом, но изначально он фундаментально благ. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И богословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Здесь мы видим, как вводится такой особый литургический день, день субботний, день отдохновения. Надо отметить, что иногда людей смущает, что мы празднуем как день отдохновения воскресенье, а не субботу. И это связано с тем, что у нас... Это одна из особенностей нашего языка. У нас язык, как некоторые другие языки, тоже как и ирландский, например, язык. У нас язык теофорный, он насыщен элементами христианской веры. У нас дни недели, например, связаны именно с событиями священной истории. И у нас суббота как день недели, суббота как священный день отдохновения совпадают. Это одно и то же слово. На самом деле в Библии суббота как священный день отдохновения и как суббота как день недели — это разные понятия, точно так же, как во многих языках это так. Например, по-английски «сэббот» — это именно священный день отдохновения, а вот суббота будет сатэдэй. Я когда учил английский, я в этом путался одно время. И вот священный день отдохновения — это в нашем контексте, в христианском контексте, это воскресенье. Бог отделяет седьмой день как день отдыха, как день, когда мы радуемся тому, что Бог сотворил этот мир, и вспоминаем, что этот мир сотворен Богом, мир принадлежит ему, и мир в своем фундаменте весьма хорош. В этом отношении Библия отличается таким космическим оптимизмом, что зло — это некая временная порча, которая в итоге будет преодолена, что в своем фундаменте, в своей основе мир — это хорошо, существование — это хорошо, а то, что сделал Бог, — это хорошо весьма. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал небо и землю. И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла. Ибо Господь Бог не послал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Мы видим, как Бог приуготовляет сцену, Он приуготовляет место для венцотворения, для человека. И, наконец, Бог создает человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо Его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Мы видим здесь, что человек состоит из двух принципиально разных элементов. Он создан из праха земного. То есть человек создан из материи. Человек обладает материальным телом. Это важная часть человека. То есть тело — это не что-то случайное. Это не какая-то темница духа, в которую мы попали, и мы на самом деле должны быть чистыми духами. Нет. Мы никогда не создавались Богом в качестве чистых духов. Это не его замысел. Бог создал человека из праха земного. И мы можем по-разному себе представлять сотворение из праха земного. Смысл библейского текста — это то, что человек обладает материальным телом. Так создал Бог. И вдунул в лицо Его дыхание жизни. Но в то же время человек обладает духовной составляющей, которая вдунута Богом. Человек обладает животной природой. Мы, как другие животные, мы живем в этом мире. Мы вкушаем пищу, мы взаимодействуем с окружающей средой, мы продолжаем свой род. И вот мы ведем себя во многих отношениях просто как высшее млекопитающее. Но мы обладаем принципиально отличающей нас от всех остальных живых существ, составляющей вот этим дыханием жизни, которое вдохнул Бог. Мы обладаем бессмертной душой. Мы принадлежим обеим мирам, физическому и духовному. Мы – божьи наместники в этом материальном мире. И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Рай в Эдеме, на востоке, рай здесь описывается как некое место пребывания первых людей, которое имеет место до их грехопадения. И там Господь Бог поселил человека и произрастил Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи. То есть в раю, как Бог создал, есть все необходимое для человека. Бог произрастил всякое дерево, приятное для пищи. Бог создал все эти прекрасные и чудесные плоды. И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Вот под этим деревом жизни понимается обычно в толкованиях, если мы посмотрим в светоотеческих толкованиях, древо жизни — это иносказательное обозначение богообщения, это иносказательное обозначение самого Бога. И древо познания добра и зла, с которым мы потом еще встретимся, почему оно насажено, почему оно важно. Из Эдема выходила река для орошения рая, потом разделялась на четыре реки. Имя одной — Фессон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там в долах и камень Оникс. Имя второй реки — Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хиддекель, она протекает перед Осирией. Четвертая река — Еврат. И мы видим здесь, что этот райский сад, где прибывают первые люди, это некое конкретное место, которое находится где-то в районе современного Ирака. И этим подчеркивается то, что Бог создал рай здесь, вот на земле. И цель Бога в том, чтобы восстановить свое творение. То есть, есть разные представления о падении и спасении. Есть такое гностическое представление о спасении, что мы на самом деле принадлежим каким-то другим мирам. Мы себя здесь так плохо чувствуем, у нас здесь все так болит, мы здесь стареем и умираем. Мы никак не можем вписаться в этот мир, потому что мы на самом деле не отсюда. Потому что мы на самом деле принадлежим к другим мирам. Это примерно как известный сюжет фантастической литературы, как человек выясняет, что он на самом деле инопонятянин. Вот он не отсюда, он не местный товарищ. Его должны прилететь, эвакуировать на космическом корабле. И Библия не разделяет такого взгляда на грехопадение. Мы граждане этого мира. Мы здесь местные в том плане, что мы созданы на этой земле, и мы созданы для того, чтобы жить на этой земле. Бог создал человека и поселил его в рай, который был здесь вот, на земле. И грехопадение состояло в том, что человек нарушил волю Божию, а не в том, что он откуда-то прибыл вот в этот мир. Этот мир, Бог его любит. Бог любит материю, Бог любит деревья, Бог любит плоды. Материальное создание, оно само по себе благо. Рай, это состояние до грехопадения описывается как что-то, что происходит здесь на земле. «И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». И мы видим, что Бог поселяет человека в Едемском саду для чего? Для того, чтобы возделывать его и хранить его. То есть человек поставлен, чтобы возделывать и хранить Божье творение. И это значит, что человек наделяется определенной властью. Здесь мы видим резкое отличие Библии от языческих повествований той эпохи, потому что в языческих повествованиях боги творят людей, чтобы люди приносили им жертвы, чтобы люди на них работали, чтобы люди как-то обслуживали богов. Но Бог Библии, он резко отличается тем, что не нуждается ни в каких жертвах, не нуждается ни в каком обслуживании. Он творит из чистой щедрости, и он делает человека садовником, который должен заботиться о Божьем творении. Бог любит свое творение, Бог создает этот прекрасный сад, и Бог дает это творение человеку, Бог доверяет это творение человеку. Служение садовника есть служение любви. Садовник заботится о саде, садовник следит за тем, чтобы там все хорошо росло. Он обходит этот сад и смотрит, чему помочь, где нужно разрыхлить почву, где нужно полить, где нужно там провожить, чтобы вода свободно проходила. Он заботится об этом саде, и человек посажен в это мироздание для того, чтобы о нем заботиться, как садовник заботится о саде. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И здесь появляется это таинственное дерево познания добра и зла, и оно вызывает, конечно, множество вопросов. Мы видим, что рай — это абсолютно безопасное место, это абсолютно комфортное место, где есть разнообразные плоды. Человек посажен в это место, чтобы с любовью его возделывать. Все вроде очень хорошо, и тут появляется это дерево познания добра и зла, и Бог заповедует, от него не ешь. И иногда люди спрашивают, ну, если не надо было, чтобы от него есть, зачем он от него вообще был посажен? Почему его тогда не обнести забором и вообще как-нибудь спрятать с глаз долой? По одной очень важной причине. Для того, чтобы человек имел возможность духовно расти, проявляя послушание Богу. Мы духовно возрастаем, мы духовно меняемся, мы растем в наших отношениях с Богом, когда мы принимаем свободное решение Богу повиноваться. Когда у нас нет, мы можем делать все, что угодно, нам ничего не запрещено, мы не можем проявить послушание. Ну, вот примерно так же, как я, например, никогда в жизни своей не брал взяток. И это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, это никак нельзя поставить мне в заслугу, потому что я никогда не занимал должности, на которую бы мне предлагали взятки. То есть у меня не было возможности совершить такое преступление, и, следовательно, у меня не было возможности отказаться его совершать и проявить свою честность. Когда мы сталкиваемся с теми или иными испытаниями в нашей жизни, или когда мы имеем дело с теми или иными запретами, Бог говорит, не делая этого, у нас есть возможность послушаться и возрасти в познании Бога, и возрасти в послушании Бога. Вот когда у нас есть возможность нарушить некий запрет Бога, но мы отказываемся это делать, мы свободно избираем доверять и повиноваться Богу. Через это мы духовно возрастаем. И вот для Адама это дерево познания добра и зла, о котором Бог заповедует, не ешь от него. Это возможность проявить послушание Богу и возможность возрасти в отношениях с Богом. Я тебе доверяю, что ты сохранишь мою заповедь. И у тебя есть возможность это мое доверие оправдать. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек, всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Мы видим, как Бог дает человеку участвовать в творении. Человек нарекает имена всем животным. В античном мире, тем более, вот в библейской древности, имя — это не просто обозначение, это не просто маркер, по которому мы отличаем один предмет от другого. Имя — это то, что описывает сущность того или иного лица, или того или иного предмета. Имя — это то, что выражает его внутреннюю реальность, его связь с другими реальностями. И поэтому наречение имен — это важный акт участия человека в божественном творении. Но мы видим, для человека не нашлось помощника, подобного ему. А Бог сказал, что человеку нехорошо быть одному. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть». Рассказ о сотворении Евы из ребра Адама, он всегда был предметом всякого юмора со стороны противников нашей веры. Но на самом деле это очень глубокое, очень важное повествование, поскольку здесь о жене говорится, как о помощнике человека, которая сотворена из его плоти, из его костей. Почему это важно очень отметить? Мы живем сейчас в мире, который сформирован уже двумя тысячелетиями христианства. Мы привыкли к идее равноправия полов, но эта идея была бы очень странной для большей части человеческой истории. Например, в греческой мифологии первая женщина — это Пандора, которая шкатулка Пандоры. До сих пор есть выражение «открыть шкатулку Пандоры». Это первая женщина, которую боги создали в наказание мужчине, и которой они дали шкатулку со всеми человеческими несчастьями, строго заповедав эту шкатулку не открывать. Но Пандора, она была любопытная, она открыла эту шкатулку. Несчастья все вылетели, и с тех пор они, значит, в мире есть. В греческой культуре, как пример языческой культуры, там сохранились даже жалобы, надписи мужчин, которые вот жаловались на то, что никак нельзя завести сыновей без помощи женщин. Приходится с женщинами связываться. И женщины занимали во всех античных культурах очень сильно униженное положение. Но здесь говорится, что женщина — это помощник соответственной мужчине, и что она плоть от плоти его и кость от костей его. Здесь мы видим провозглашение единства человеческого рода. И здесь же провозглашается брак. Потом на эти слова ссылается Господь Иисус. В Евангелии, когда его спрашивают о допустимости развода, и он ссылается на эти слова «Оставить человек отца своего и мать свою и прилепиться к жене своей, и будут два одна плоть». То есть двое будут одним человеком. Вот это установление таинства брака, оно восходит к творению. Это важно отметить, потому что сейчас мы сталкиваемся, ну, может, не мы лично, вот у нас этого нет еще, слава Богу, но христиане в других странах сталкиваются с пересмотром понятия брака. Браком уже объявляют что-то сильно отличающееся от союза мужчины и женщины. И поэтому важно отметить, что брак — это не юридическое установление, которое можно было бы пересмотреть, там юристы могли бы переиначить. Это не религиозное установление даже, это природное установление. Человек так сотворен, что мужчина и женщина вступают в брак. И мы видим здесь, что они становятся одной плотью. Это подразумевает супружескую близость, и это также подразумевает необратимый характер этой близости. Это подразумевает, что муж и жена становятся как бы одним человеком. Это связь, которая не может и не должна быть разорвана. Примерно так же, как вы не можете перестать быть братом своей сестры. Вы не можете перестать быть сыном своей матери. Точно так же, с библейской точки зрения, брак не расторжим, нельзя перестать быть мужем своей сыны. Это те отношения, которые устанавливаются навсегда. И это одна из острых, конечно, конфликтных тем в нашей культуре, поскольку в нашей культуре отношение к браку очень невысокое. Считается, что, ну, не сошлись с характерами, разойдемся. И если люди согласны расходиться, естественно, выяснится расхождение в характере. У любых двух людей у них неизбежно расхождение в характере. Но Божий замысел о браке — это брак нерасторжимый. И мы должны признать, что там, где мы были неправы, там, где мы поступали не по воле Божией, нам стоит покаяться в этом и вернуться к той истине, которую мы находим в Священном Писании. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Нагота в ветхозаветном библейском контексте — это знак крайней уязвимости. То есть человек, который оказывается нагим, он даже в нашей культуре — это прежде всего человек уязвимый. Человек, который находится в опасности. Но у нас это гораздо меньше всего. Мы гораздо спокойнее относимся к Наготе. Во ветхозаветные времена Нагота — это был знак унижения, знак позора, знак крайней опасности. Нагим мог оказаться раб, Нагим мог оказаться пленник. И человек, который оказывался Нагим, он переживал крайнее унижение, крайний стыд. Это отчасти у нас сохранилось, но только отчасти. Мы не в состоянии себе представить, насколько страшным табу была Нагота в архаичном обществе, ну, примерно как сейчас, там, где-нибудь в Саудовской Аравии. Нагота была знаком уязвимости в то время. И здесь отмечается райское состояние. Они оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. То есть Нагота не провоцировала ничего неправильного. Она не провоцировала ничего недолжного. Она не провоцировала пренебрежительного, высокомерного отношения к человеку. Она не делала человека уязвимым. Мы с вами прочитали вторую главу книги «Бытия». Мы читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Редактор субтитров А.Семкин